МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Хабар 24 продолжит информационный выпуск. В студии Сельшая Ахмед. Здравствуйте. Сегодня глава государства провел совещание с руководством администрации президента. Касымжимар Тукаев поручил усилить работу в сфере повышения эффективности госуправления и решения социальных вопросов. Участники встречи обсудили ключевые задачи на первый квартал 2020 года. Президент также затронул вопросы, связанные с проведением 175-летия Абая и 1150-летия Альфа-Раби. На совещании рассмотрели вопросы социально-экономического, общественно-политического развития и внешней политики Казахстана. Социальный блок в приоритете. Больше половины бюджета Павлодарской области в этом году направят на строительство жилья, школ и студенческих общежитий. Экономика региона стала социально ориентированной. О том, что сделано и что еще предстоит, в материале Ербола Абишева. 76 миллиардов тенге в Павлодарской области запланировали на социальный блок. Эти средства направят на финансирование ряда важных государственных программ и отраслей. Самый большой бюджет у системы образования – 20 миллиардов. В числе новшеств оснащение 111 полнокомплектных школ ученической мебелью по стандартам Назарбаев интеллектуальной школы. На эти цели предусмотрено 108 миллионов тенге. Важной остается инициатива главы региона по обеспечению бесплатным питанием всех учащихся младших классов. Для этого в бюджете дополнительно заложили 2 миллиарда тенге. Сегодня местные власти усиленно решают проблемы жилья для студентов профессионально-технического образования. В минувшем году в регионе построили два студенческих общежития. Кроме этого, у нас строятся два общежития по новой программе, которая разработана Министерством образования. Мы по душевую оплату делаем. Мы строим общежития ПГУ на 500 мест, ПГПИ тоже на 500 мест. Одно общежитие ПГПИ и ПГУ мы уже построили по 500 мест, вы это знаете. Сейчас частники строят два общежития. И этим самым мы поэтапно будем решать эти вопросы с общежитиями. Финансирование проекта «Аул Ельбесыг» в минувшем году составило 1,5 миллиарда тенге. 25 проектов реализовали в районах области. В селе Теренколь реконструировали стадион детско-юношеской спортшколы. Открыл двери обновленный пришкольный интернат. Здесь будут проживать учащиеся из отдаленных сел района, что позволит им не только успешно подготовиться к выпускным экзаменам, к сдаче единого национального тестирования, но также заняться своим дополнительным образованием, так как в райцентре для этого созданы все условия. Есть дом школьников, музыкальная школа, спортивные школы, стадионы. То есть дети могут не только учиться, но и отдыхать. В Алдорской области запустили пилотный проект «Нурлы-Яртыс». Идею переселить многодетные семьи из столицы и трудоизбыточных регионов страны предложил Аким области Булат Бакау. За полгода в область на постоянное место жительства в город Екибастуз переехали 250 семей новоселов. Обеспечили арендным жильем, предоставили работу, а детей устроили в школы и детские сады. И эта программа будет продолжаться. С республиканского бюджета нам предусмотрено еще средства, 8,1 миллиард тенге для строительства 20 домов. Мы их уже начали за счет своих средств. Мы будем строить дома и в сельских населенных пунктах, опорных, спутниковых населенных пунктах, где нужны рабочие силы. В 2019 году в области построили рекордное количество жилья. 300 тысяч квадратных метров жилой площади удалось сдать в эксплуатацию. В городе Аксу восстановили заброшенную 30 лет назад многоэтажку, куда заселили многодетные семьи. Возвели новый микрорайон ИЖС, где новоселы уже получили квартиры. В планах власти намерены и дальше улучшать социальный пакет для многодетных семей. Ербул Абишев, Самат Аспанов, Марат Игриков, Алексей Мельницкий из Павлодарской области, Хабар, 24. Вдвое выросли объемы производства на Кустанайском автозаводе. По итогам 2019-го предприятие стало лидером отечественного машиностроения. С его конвейеров сошли более 25 тысяч автомобилей общей стоимостью 165 миллиардов тенге. Большая часть продукции ушла на внутренний рынок. На автозаводе собирают машины 10 мировых брендов. Расширение модельного ряда легковой и тяжелой техники сказалось на росте производства. За последний год он увеличился вдвое. Экспорт – приоритетное направление. За пределы страны отправлено продукцией на 10 миллиардов тенге. Поставлялись в такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, Белоруссия, Россия, Таджикистан. Предприятие вышло на первое место по производству автомобильной и спецтехники. Также мы вышли на первое место по реализации продукции по Казахстану и по экспорту. Растущее производство требует новых кадров. Штат завода вырос до 1200 человек, и это не предел. Специалистов на будущее готовят сами. На территории завода у нас находятся три учебных класса и четыре учебных полигона. Единственное предприятие, где занятия проходят не только практические, но и теоретические. 30% выпускников приходят на производство. В учебный центр автозавода Герим Болгожина пришла по объявлению. Экономическое образование оказалось невостребованным. Теперь девушка-слесарь может ловко оборудовать салон автомобиля. Эту обшивку мы устанавливаем в дверь. Здесь есть датчики, которые поднимают стекло и открывают двери. На это у нас уходит времени 15-20 минут. Привлекают специалистов на завод не только возможностью бесплатного обучения, но и увесистым соцпакетом с зарплатой. Наталья Острокова, Ирмек Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. Выпуск продолжит международные новости. Семь человек погибли, еще 20 ранены в результате обрушения высотного здания в провинции Кеп на юге Камбоджи. По сообщениям местных властей, трагедия произошла в тот момент, когда рабочие заливали цемент на верхних этажах. На место происшествия прибыл премьер-министр страны. К слову, провинция Кеп в Камбодже – одна из бурно развивающихся туристических зон. Здание стараются строить в сжатые сроки, чем и объясняется их плохое качество и грубое нарушение норм производственной безопасности. Напомню, в сентябре прошлого года в городе Сиануквиль произошло обрушение многоэтажного здания. Тогда погибли 28 строителей, еще 26 человек были ранены. 53 человека погибли в результате сильного наводнения в Индонезии. Природная стихия обрушилась на Джакарту и прилегающие к ней районы. Министерство иностранных дел нашей страны выразило соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Напомню, непрекращающиеся ливни, из-за которых была затоплена столица Индонезии, обрушились на страну 31 декабря. По данным местных властей, 173 тысячи человек остались без крова. Стихия нарушила работу общественного транспорта. Закрыты некоторые железнодорожные пути, отменены авиарейсы. В центральных и северных регионах Перу также сильное наводнение. Стихийное бедствие вызвано проливными дождями, прошедшими накануне. В результате затопленными оказались сотни жилых домов и дороги. Водой смыло и сельскохозяйственные поля. Жители одного из центральных регионов Перу попросили Министерство транспорта срочной помощи. Их шоссе смыло сильным потоком воды. Разгул стихии объясняется просто. Сейчас в Перу сезон дождей. В стране он обычно длится с ноября по апрель. В Австралии из-за лесных пожаров погибли два человека. Их тела найдены в обгоревшем автомобиле на острове Кенгуру. Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. На месте работает бригада судебно-медицинских экспертов. Премьер-министр штата Южной Австралии назвал ситуацию на острове очень опасной и попросил местных жителей следить за распространением огня. Напомню, лесные пожары в Австралии бушуют вот уже несколько месяцев. За это время в огне погибли 23 человека. Сгорело больше тысячи домов и полмиллиарда диких животных. Убийство главы иранского спецподразделения Аль-Кутс генерала Касима Сулеймани вызвало неоднозначную реакцию в мире. Новость спровоцировала волну народного гнева. Десятки тысяч людей в Тегеране вышли на улицы, держа в руках фотографию генерала, скандировали антиамериканские лозунги. Представители Евросоюза и ООН решительно судили действия США, в свою очередь Германия и Великобритания, призвали проявить сдержанность, сделав акцент на необходимости в деэскалации. Некоторые эксперты считают, что ликвидация военачальника грозит серьезной дестабилизацией на Ближнем Востоке. Убийство главнокомандующего силами специального назначения Аль-Кутс корпуса стражи исламской революции Ирана Касима Сулеймани стало потрясением для исламского мира. Волна народного негодования прокатилась по стране. Люди вышли на улицы, скандируя антиамериканские лозунги. Все любили его. Он был самоотверженным человеком. Его потеря очень тяжела для нас. Для нас он был великим человеком. Позже Трамп сделал заявление о том, что американские военные убили иранского генерала Касима Сулеймани, чтобы остановить войну, а не начать ее. По словам президента США, командующий элитным спецподразделением готовил нападение на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его на месте преступления и ликвидировали. Под моим руководством военные США нанесли безупречный удар по главе терроризма. Касим Сулеймани убит. Вместе с ним ушло и зло, которое он причинял. На его руках кровь сотен тысяч людей. Сотни и тысячи американцев были ранены и убиты. Между тем, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеранам будут предприняты меры на международном уровне для того, чтобы призвать США к ответу за убийство генерала Касима Сулеймани. Это явно был акт терроризма. Иран примет различные меры на международном уровне, чтобы привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани. Америка сделала огромную ошибку этим шагом. Политика Трампа угрожает жизни граждан США. Действия Белого дома также осуждают и в США. Участники предстоящей президентской гонки 2020 года от демократов считают решение Дональда Трампа безрассудным. Кроме того, они отмечают, что его действия грозят Соединенным Штатам новой войной на Ближнем Востоке. Это опасная эскалация, которая приближает нас к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке, которая может стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов и привести к еще большему количеству смертей, большему количеству конфликтов, большему перемещению населения в этом и без того крайне нестабильном регионе мира. Между тем, США укрепляют свое присутствие в Ираке. Министерство обороны в пятницу распространило фотографии вооруженных военных, которые отправились обеспечивать безопасность американских граждан в Ираке. Десятки нефтяников покидает иракский город Басра после авиаудара, унесшего жизнь иранского генерала Косема Сулеймани. Уехать в безопасное место граждан Америки призвало посольство США. Ассель Абды Кылыкова, Хабар, 24. Японцам показали настоящий и интересный Казахстан. В Токио прошла выставка фотографа-документалиста Турара Казангапова. Это уже его четвертый вернисаж за рубежом. Что удивило японцев и захотели ли они увидеть нашу страну собственными глазами в нашем следующем материале. Ежегодный товарооборот в 2 миллиарда долларов. Прямые инвестиции в казахстанскую экономику – 6 миллиардов долларов. Обо всем этом на фото-выставке, конечно, не говорили. Но именно благодаря контактам на высшем уровне казахстанско-японские деловые отношения за три десятилетия стали крепкими, а дружба проверенной. Теперь японцы хотят знать о Казахстане еще больше. Я думал, что будет показана только природа. Она у вас невероятно красивая. Но был приятно удивлен, увидев еще и портреты. Фотографии людей такие живые. Мне очень понравилась выставка. Теперь хочется посетить Казахстан лично. Слышали, но не представляли, какой Казахстан на самом деле. Эта фраза из уст посетителей фото-выставки звучала часто. Яркие пейзажи и говорящие портреты для японцев оказались красноречивее тысячи слов. А значит, цель достигнута. Теперь еще у 70 японцев, пришедших на выставку, сложилось правильное представление о Казахстане. Потому как мы не очень хорошо представляем вашу страну, для нас важно было увидеть все своими глазами. Сегодня благодаря выставке у меня создалось хорошее впечатление о людях и жизни в Казахстане. Особенно понравились фотографии с детьми. Автор смог передать в их глазах всю доброту и внутреннюю силу. Японцам понравились фотографии. Особенно надолго останавливались у фотографий с изображением природы Казахстана. Они даже нашли среди снимков гору, похожую на Фудзи. Мне кажется, в целом все фотографии оставили приятное впечатление о нашей стране. Фотовыставка документалиста Турара Казангапова – это первый проект, с которого начинается большой рассказ о нашей стране. В Казахско-японском медиа-центре, организовавшем это мероприятие, отмечают, что в наступившем году таких проектов будет еще больше. И не только выставок, но также концертов и спектаклей, кинопоказов. И планируется даже создание совместных фильмов. В эти морозные дни жители столицы активно отдыхают в ботаническом саду. Взрослые дети участвуют в играх и конкурсах. Самые активные получают призы. Мероприятие под названием Нурсултан Фэмили Фест проходит впервые. Каждый участник фестиваля смог поучаствовать, прочувствовав все прелести зимнего отдыха. Это каток, горки, игры в снежки. Все это сопровождалось хорошей музыкой. Для самых маленьких волонтеры провели бесплатные мастер-классы. Кроме этого, на память об этом дне, каждая семья сделала праздничную фотографию. Специально для этого установили множество фотозон. У нас тут все праздничные дни происходят такие вот активити. И далее, в последующем, на выходных, помимо постоянно работающих гор, катка, мы организовываем такие эстафеты, битвы с снежками, досуг, мастер-классы бесплатные для деток. Раздаем подарки, то есть полностью создаем праздничную атмосферу. Я считаю, что такие вещи мы должны друг для друга организовывать сами, жители города, жители столицы. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова